правда полезный завтрак полезно вы сами знаете да в каком смысле именно в смысле а не в еде да по продуктам знаете мысли материальны от меня вы часто это слышите хотела я выспаться и что вы думаете у меня получилось я забыла завести будильник или я что-то не так неправильно мне казалось что я завела будильник чтобы позавтракать с вами пораньше выйти в эфир но что-то я напутала в итоге проспала выспалась зато мысли материальны надо было загадать что ну не таким способом да возможно лечь пораньше или отрубиться там не знаю но вот опять же мысли материальные это факт по вторникам мы завтракаем с вами у кого-то вечер до в хабаровске сейчас сколько 11 ну где-то 5 часов вечера до 5 6 поэтому можно эфир смотреть так как он сохраняется до на сутки в инстаграме можно смотреть утром заварили себе кофеёчек завтракайте полезно давайте вот уже собралось 122 человека хабаровске вот 6 6 вечера да поэтому да поэтому можете утром смотреть знаете что у вас в среду правда полезно завтрак ну что я хотела сегодня тема у нас до изменения как все поменять можно ли что-то изменить и вообще и знаете опять же я же всегда привыкла говорить про позитив можно было назвать эфир страдания да потому что страданий как поменять что-то но вы сами знаете я никогда не буду ставить акценты и говорить про страдания пишут уже скажите пожалуйста название коктейля для волос и кожи мы договорились на прошлом эфире до пробным что будем придерживаться конкретной темы и вопросы задавать по этой теме но потом в записи я смотрю что вам интересно и какие-то пист посты пишу на эту тему поэтому в эфире будем придерживаться дать темы определенной так как вы просили всегда делают то что вы хотите на вас ориентируясь поэтому чаще обратную связь давайте вопросы уже можете задавать ну смотрите поэтому страдания да зачастую именно это такой фактор да который подсказывает что мы хотим поменять мы не хотим страдать мы хотим свою жизнь поменять и не знаю жизнь поменять тоже я не привыкла так абстрактно говорить люблю примерами вы сами знаете да есть такая истина я не помню где я уже слышала да но вот как-то именно в этом эфире решила собрать вот такими такими вот моментами до основными вот смотрите фраза да господи дай мне силы изменить то что можно изменить господи дай мне терпение принять что нельзя изменить и ключевой момент дай мне разум чтобы отличить одно от другого вот такая простая истина помогает нам справиться с какими-то не очень приятными моментами в жизни и все изменить приведу примеры да разберем такую поговорочку на части да первая часть я вам сказала дай мне силы изменить то что можно изменить что можно изменить как учительница данной уроке спрашиваю ну вот что можно изменить реально можно изменить и тут возникает такой момент что можно изменить там семейные да там отношения с мужем там на самом деле я лично считаю что это как раз заблуждение вот это именно относится ко второй части этой истины да да мне терпение принять что нельзя изменить бывает бьешься 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 но человек вот такой я не знаю ну вот говно бывает человеке уже не берем там муж еще кто-то ты пытаешься что-то там сделать слепить изменить да чтобы все стало хорошо а он не меняется вот здесь нужно просить именно сил принять то что изменить нельзя но вернемся к первой части господи дай мне сил изменить то что можно изменить фигуру фигуру изменить можно да там только тот кто поправился хочет похудеть вот здесь вот до силы нужны чтобы это изменить можно вот согласитесь что можно трудно не трудно момент 2 но это реально можно изменить и все это в ваших силах что еще можно изменить подсказывайте мне давайте а такая обратная связь да все пока только радуются да доброе утро с италии хорошо мы сегодня обсуждаем давайте включаться в разговор все вместе свое отношение к ситуации да тоже можно изменить очень хорошая тоже такая установочка да но не все могут это делать но уже хорошо что она такая вошла уже в обиход уже многие слышат ее что можно изменить отношение к ситуации да действительно это и есть те силы которые помогут нам осознание этого это уже пол дела да я не психолог спрашивает какое образование я не психолог не знаю вы знаете кому-то дано варить видимо вкусный кофе кому-то дано там стать я не знаю супер моделью от природы у него там длинные ноги да я не говорю что мне там дано как-то психологии там до разбираться но просто так исторически уже сложилось что мой склад характера мои знания которые я получила там из книг и семинаров и всего и всего я накладываю на свою жизнь получаю что я хочу технику притяжения мысли да я свою там разработала которую я раньше давала своим родственникам мужу маме сестре всем 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 и тут однажды в эфире да вот для новеньких говорю так случилось что один спросил второй спросил и я все это обнародовала так скажем и просто выхожу к вам делюсь своими своими такими установками своими принципами кому-то они близки да кто-то уже меняет свою жизнь благодаря им почему нет кому-то это очень сильно помогает поэтому я здесь и продолжаю и придумала вот эти завтраки правда полезный завтрак как раз заключается в правильных мыслях с утра почему полезно с утра посмотреть это потому что я всегда рекомендую вот именно то что вы сейчас услышите хотя бы вот с утра до вечера попрактиковать всегда говорю делайте делайте то что слышите пробуйте потому что услышать одно это классно а попробовать другое поэтому давайте вернемся что можно еще изменить почитаю ваши комментарии мысли в голове отношения к здоровью опять же тоже так абстрактно да важно вот какой-то момент прям придумать привычки например бросить курить реально можно изменить ну вот реально можно все бьем в одну точку что нам для этого нужно вот это и есть цель изменить можно ты понимаешь да можно так что книги можно почитать какие-то да там вася помогли он книгу прочитал бросил курить какая-то есть такая книга да потом свете помогло что она там жевачку там жевала и никотиновую да там какой-то там петь и помогло что он там заедал но он теперь толстые ходят спортзал теперь он работает над своей фигурой но то есть можно бьешь в одну точку узнаешь что можно для этого сделать и меняешься уже меняешься здесь уже эфир не про то как бросить там кури да или про что-то но это изменить можно имидж то есть про внешность мы говорим да чтобы что-то изменилось в твоей жизни ты понимаешь я там какая-то не такая измени имидж да тут тоже безграничная да фантазия может включиться можно подключить дизайн не дизайнера стилиста там визажиста и так далее это очень интересно ты меняешься да то есть господи дай мне сил изменить то что можно то есть силы как раз таки тут нужны сила воли да и так далее дальше вторая часть да да мне терпение принять чего изменить нельзя тоже очень таком давайте кто может написать что изменить нельзя и один пример уже привела да это допустим родственник до родители ну если они такие то менять их бесполезно в смысле поменять фактически ты в принципе их не можешь они родители твои и других у тебя не будет никогда это и это единственные твои родители ты можешь только просить сил чтобы принять именно вот ну терпение да не сила здесь а терпение ты можешь просить и когда ты зачастую принимаешь тот факт что ты не можешь этого изменить все сразу отходит это так так устроен наш мозг так устроена да вот наше сознание что как только ты принимаешь это все ребенок меня споро каждый день домашние задания это математика русский ты все вместе задают и так далее говорю слушай лишь ты долго будешь мне каждый день говорить про эти уроки завтра ты думаешь что ты придешь школу и скажут отменили домашние задания ты реально думаешь что и не знаю послезавтра ты придешь тебе скажут что домашних больше не будет завтра послезавтра и ты в шестом классе до 11 класса каждый день будут домашние задания я вот прям увидела как он смысле ну как я говорю а ты как думал по-другому ну ответь мне он говорит ну нет я говорю вот и все он тут же успокоился периодически я ему напоминаю про это что лёш ты думаешь случится какое-то внезапное чудо и учитель не задаст вам уроки нет поэтому вот так то есть нельзя изменить человека какого-то можешь биться 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 очень много сейчас идет игра привет вселенная что вообще я думаю вам интересно да загадывают в этот раз как-то периодами в этот раз загадывают очень много любви ну первое стоит деньги да всем все хотят улучшить свое состояние до материальное положение потом идет любовь хотят семьи встретить мужчину где так очень многие просят вот поэтому мы на этих мыслях концентрируемся и опять же пишут свои истории вот у нас там есть запрос да в игре привет вселенная запросы я всегда им даю прям схему как это делать и они присылают но некоторые настолько у них я их понимаю мозг работал всегда иначе а тут говорят поэтому работой по-другому конечно ему сложно поэтому присылают вот женщина пример приведу да муж бухает короче постоянно все там может руку там до поднять дочку вечно там не знаю я не хочу чтобы он брал ее с собой там гулять когда он в таком состоянии ну конечно это адекватное решение не давать пьяному человеку ребенка как можно ему доверить там да вот я боюсь он подходит иногда когда мы там гуляем я хочу избежать этого и вот такая портянка ну тогда называю просто большое сообщение вот такая там портянка о том как она не хочет как она боится как она все вы представляете она у нее настолько вот мысли вот эти она притягивает его каждый день мне кажется он уже так чувствует ее флюиды вибрации вот эти да что он уже даже сам просыпается и понимать что надо идти надо там встречаться и не знаю так далее то есть я говорю света и зовут света подожди успокойся подожди у нас игра про другое мы игра про то что ты хочешь а не то чего ты не хочешь но я не хочу чтобы он подходил ко мне я я хочу чтобы мы гуляли горю и продолжай она и знаете что русская я хочу чтобы мы гуляли с ребенком и он к нам не подходил я говорю света подожди подожди стоп 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 давай поток мысли сначала прекратим нельзя резко так на движение выпрыгнуть и в другую сторону пойти давай остановимся сначала остановим поток мыслей мыслей своей да ты гуляешь с ребенком как ты хочешь да все я выхожу из дома я говорю продолжай я иду иду там какой у вас маршрут она говорит но мы выходим проходим там через парк и у нас там торговый центр иногда туда идем да а иногда мы просто в парке гуляем вот говорю отлично смотри ты уже сказала про парк ты уже сказала про ваш маршрут сейчас все хорошо было она говорит да ну а вдруг я говорю подожди мы сейчас раскладываем историю которую которую бы ты хотела такой разворот событий который бы ты хотела в своей жизни да я говорю что вы еще делаете в чем дочь твоя одета как как вы там одеваетесь ну не знаю что она любит там кепки шапки вот на таких деталях сосредоточься как вы выбираете эту одежду приду ой выбираем вообще рассказала историю как она выбирать но бывают до участники я со всеми работаю индивидуально кому-то приходится уделять не знаю 15 минут до кому-то там полдня кому-то два дня кто-то сразу четко все делает ему небольшой толчок нужен он сразу все понимает я пишу что да все я вижу что я так тоже считают так вот я вижу что правильно согласно она говорит очень я прям почувствовал все переключилась кому-то нужно больше времени поэтому вот со светой мы работали так и когда она переключилась и рассказала что вообще целая традиция вечером одно платье выбираем утром полчаса до вернее часа три а утром просыпаемся уже другое нам надо и вот все так у нас вроде весело задорно и она уже про счастье рассказывает мне про то как они одежды выбирают про то как они маршрутом придумывают вы выходите как ты хочешь чтобы было я выхожу да и вот мы идем с возможно с соседкой своей группа вот и хочешь встретить давай так ты же про встречи про внезапные говоришь кого ты хочешь встретить ну вот мы можем там машу сам соседнего двора встретить еще кого-то и вот прогулка вы дошли встретили только их вернулись домой и все вот такую ты хочешь прогулку себе она говорит да вот так хочу игры сосредоточен на этом то есть ты сейчас же не слышала вот твоя первая история как ты себя чувствовала туда ужасно себя чувствовала я прям чувствую что вторая история мне аж прям полегчало и настроение поднялось вот так хочу да я говорю ну все все думай про это сосредоточить твой запрос вот такой я благополучно гуляю со своим ребенком в прекрасном настроение хожу там по магазинам ну и там так далее да просто в прекрасном настроении если ты гуляешь с ребенком в прекрасном настроении зачителе его никто не испортил значит не случилось того чтобы тебе и спортовом строение вот твоя краткая мысль очень важно кратко сформулировать потому что дальше там рассказываю что с этим делать и важное в голове держать все она мысль свою переключила и теперь дальше у нас там второй эфир вчера был, мы там про негатив и так далее, и потом третий будет, всего шесть, да, и вот к шестому эфиру я уверена, что вот именно вот такие сложные, да, кажется, участники ситуации, они потом больше эффект дают. Это когда макияж, да, берут модель красивую, сделал макияж и еще и испортил, потому что она и так была прекрасна, а бывает, что берешь, ну там, какие-то дефекты, да, там асимметрия лица, и вот он сделал макияж, и она просто вот красотка, да, и понимает, как ей пользоваться косметикой, как там свои лучшие стороны подчеркнуть, где-то что-то подобрать, да, вот так же, когда очень сложные ситуации, кажется, что просто, ну невозможно ничего изменить, меняется. Потому что меняется сознание. Те, кто уже привык к тому, что мысли материальные, материализует их, да, так же, как и я, тому нужно, ну немножко другого там добавлять, да, развивать это, прокачивать, так же, как мышцы любые, прессы даже, лица, да, и так далее. То есть мы подошли к третьему такому моменту, да, что данный разум отличить одно от другого. Когда мы хотим что-то изменить в своей жизни, нужно понимать, да, это мы уже с вами сейчас выяснили. Либо это можно изменить, и ты меняешь, просишь давнюю силу изменить это, потому что это можно изменить. Либо ты понимаешь, что это изменить нельзя, дай мне, пожалуйста, терпение принять то, что нельзя изменить. И тогда легче, главное, отличить. Отличить одно от другого. Давайте прочитаем ваши вопросы. Как научиться заряжаться позитивом с самого утра, когда пробки нереальные, пол и талии, так, понятно, за оплату задерживают, блин, как заставить себя улыбаться и сказать, та фигня какая-то, как? И у вас в конце уже смайлик такой, со слезками, да, вы уже в истерике бьетесь. Вот только поменяли, да, и сказали, а, какая разница, вы приняли, вот так сказать, а, все равно, что пробки, ну куда вы их? Хорошо, у вас два варианта, опять же, либо бороться с ними, либо их принять. Все, как их принять? Вот мне проще принять эти пробки. Я понимаю, что сейчас я выйду, да, вот в Москве там, например, и будут пробки там в определенном месте точно. Ну, что туда объяснять? Я знаю, что они будут. Я, во-первых, чтобы не опоздать, выезжаю пораньше. Во-вторых, я уже вижу их и, например, жду. Ну что, выехала со двора, нет никого. Ну давайте, ну где же вы начнетесь, мои хорошие пробочки? Ну давайте, что прям, от самого дома нет, что ли? Как повезло, я уже радуюсь тому, что хотя бы вот из подъезда я не выехала, да, и вот они, мне тут сразу пробка не случилась. То есть я проехала один километр, второй километр нет. Я вчера так ехала, мы с Антоном выехали в центр, и он первый раз, да, со мной на машине, он говорит, а где пробки? Я говорю, так я сама понять не могу, два дня еду там, и пробок нет. Причем в часы пик в 11 это было, вчера в 6 вечера мы выехали с Москва-Сити, доехали до парка Горького, потом до Нового Арбата, и потом поехали вот к себе вот в Рассказовке, да, там живем, последняя станция метро, то есть через всю Москву. И говорит, не было ничего. Ну не было, радуемся, вот такой прекрасный подарок. Но мы были готовы к этому. Поэтому вот таким образом, опять же, принять, либо попросить сил. Научиться пить воду, привычка однозначно. Знаете, это все дело, вот научиться пить воду, ну что тут такого? Вот научиться заставлять хотя бы себя в зал идти, это уже да. Ну вода, это совсем близко. Вот кружка, вот кран. Механически просто взяли, открыли, и все. Здесь это уже такая сила воли, да, слабая там, характер там и так далее, что ты не можешь просто научиться. Будильник поставь, ну еще что-то сделай, если тебе это надо. Если не надо, может тебе воду не надо это пить. Вот мода пошла, там воду пить, да, сейчас именно. Это не то, что мода, да, это полезно. Но все равно сейчас очень чаще, да, это слышим мы. Ну, либо ты пьешь воду, либо не пьешь. Вприми для себя. Ну не пей ее. И все, и сразу, как не пей, я буду пить. Пошел уже и налил, да. Как так? Иногда ребенку надо сказать, тоже там, я не знаю, да кому угодно. Иногда Антону там что-нибудь, я не знаю, сейчас мне приходит да в голову, что там Антону говорю про ребенка, вот вспомнила. Вот не могу там что-то сделать опять же, или там мне не получается. Я говорю, да слушай, это капец, это невозможно. Это просто невозможно реально сделать. Как вырезать вот это правильно? Капец, нереально. И он, и у нас протест. Можно играть на протесте, да. Как нереально? В смысле? Ну смотри, я говорю, ну как? Я вообще не знаю. Просто невозможно. Он берет, просто говорит. И он тут же хочет показать, да, протест. Смотри. Я говорю, слушай, точно можно. И у него возникает, да, силы берутся там какие-то хотения, желания и так далее. И он начинает это делать. Иногда, чтобы это в переговорах можно использовать. Это такая вот грань, что дай человеку услышать, что он хочет услышать, да. Тогда он расслабится и обязательно сделает все для того, чтобы доказать обратное. Вот так вот мы устроены, и на этом можно играть в свою пользу. Мысли в голове, отношения к здоровью. Класс, спасибо за ответ. У вас, конечно, безумная энергетика. Ну вот, видимо, энергетика, она дается точно вот при рождении. Вот энергетика точно, да. Если позитив мы можем свой развить, знания получить какие-то, да. Вот спрашивают психолог, там не психолог. Нет, вот энергетика какая-то такая, да, мне все об этом говорят. С теми, с кем встречаемся лично, и вот так вот иногда просто, вот я историку это рассказываю, анекдоты. Я его рассказываю так, уже чуть ли не на стол там залезла, да. И человек аж получил, да, в этом заряд, и как-то ух, у него так. Так, но иногда меня бывает много, я думаю. Когда вот встречи я, помните, рассказывала, первый мой там бизнес был, это пластыри китайские я продавала. Другая вообще отдельная история, да, может быть, расскажу один раз всего в эфире об этом рассказывала, как это было. Нужно было заключить контракт с людьми, чтобы они купили. Я, естественно, я человек честный, вы сами даже видите меня, Лиля, правда, да, я всегда скажу правду, и что хотите с ней, то и делайте. Но я вот считаю вот так вот, да, и от этого будем отталкиваться. Никогда там не буду ничего там скрывать или что-то еще. Поэтому, ну, вот такая история. Это, кстати, очень просто, проще так жить, я тоже давно это услышала про правду. Вот скажите, как есть, и все, и пускай человек сам думает, что с этим делать. Но вы никогда не запутаетесь в своих показаниях, вы вот такой, какой есть, к вам сразу будет притягиваться то, что должно притянуться с учетом вашей правды, да, и открытости. Это классно, это реально аж легкие, да, полны воздуха, и так хорошо. Поэтому вот эти пластыри я продавала, и тут энергетика. Конечно, люди просто покупали эти пластыри, но не видели, потому что, во-первых, у меня вот такие глаза горят, что вот этот пластырь, руку потянула там, да, наклеила, эфирные масла там проникают в точку, да, вот эту, которая нервное окончание. Ты вот на эти точки по атласу расклеиваешь, и у тебя прям проходит все, прям легче. Ну, я сама в этих пластырях сижу вся такая обклеенная, ну, мне вкатили они очень сильно, и я вот с такими глазами рассказывала, что да, они классные. Просто вот 120 рублей он там стоил, этот пластырь, но я заключала с ними контракты, они брали оптом. Ну, короче, это вообще история, мне было 22, по-моему, года, это было 10 лет назад. И вот они мне рассказывали, или мы просто покупали эти пластыри, просто, просто покупали, потому что вот у тебя такая энергетика, мы хотели, мы тебе верили, но все они остались довольны, не было такого, что там что-то не то. Кто-то брал больше, кто-то брал меньше, и так далее. С кем-то мы партнерами становились, зарабатывали, но мне быстро надоедает, например. Все, я эту тему все уже узнала, про эти пластыри уже всем все рассказала, уже все. Кто-то дальше пошел, да, у кого-то интересы, кто-то сейчас открыл свою сеть там и до сих пор работает, работает, вот, и успешно. А мне вот захотелось другого, все, я это уже попробовала, все, это классно, пластыри еще лет 5, по-моему, покупала, они у меня в аптечке лежали, и потом что-то перестало и так далее. Но это случилось не сразу. Так, смотрите, Лиля, как верить и не бояться думать о хорошем, лучшем, если есть постоянные страхи, думать о чем-то хорошем. Вот на самом деле, чем больше я рассказываю вам, тем больше я сама концентрируюсь, да, на хорошем. Ну как так? Ну вы просто вот представьте, вот что сейчас происходит у меня здесь. За моей спиной реально вот эта дверь. Я реально держу сейчас кофе. Реально смотрю вот на вот эту ложку, которую я там размешивала, да, реально что-то у меня. Реально вот видите бардак на полу, это у меня сын вырезал тыкву, ему просто по приколу, неважно, что Хэллоуин закончился. Реально вот, да, и реально что? Ну и реально за окном вот такая погода, да, вот, снег в Москве. Вот это что происходит реально. Надумать я могу сейчас все что угодно. Я сейчас буду пить кофе во время прямого эфира, обольюсь, вообще буду как свинья сидеть. Вот это сейчас начнет тухнуть, да, все, или не знаю, попадет, можно развить свою фантазию, попадет в радиатор вот здесь, где батарея, да, шкурка от тыквы, начнет вонять, что делать, и у меня уже паника. А по факту что происходит? По факту происходит то, о чем я вам рассказала. Надумывать себе зачем? Надумывать абсолютно бесполезно. Вы просто поймите и всегда ловите себя на настоящем, что реально сейчас происходит. Сейчас вот это, вот это, вот это. Что с этим я могу реально сейчас сделать? Выпить кофе, благополучно, нормально. Если я подавлюсь этим кофе, да, тогда я уже буду в этот момент думать, что, что делать, там, попить воды, вдохнуть, там, и так далее, да. Но зачем надумывать себе? Я вот переводила пример, да, некоторые боятся заболеть смертельной болезнью, болезнью, да. А вдруг случится, что там человек заболеет, и что первое приходит на ум, да, рак, сразу приходит. А почему именно рак? Вот просто человек здоровый стоит и думает, вдруг он заболеет и именно раком. Почему раком? А почему, не знаю, там, туберкулезом или еще какой-то болезнью, которая, от которой человек умрет? Почему ты выбрал именно рак? Почему именно такой ты для себя исход события выбрал? Почему именно это сложилось в твоей голове? То есть, и второй вопрос, который человек этот должен себе задать. Вообще, зачем я об этом думаю? Я сейчас, и ловим себя на факте, я сейчас стою здоровый абсолютно. Возле меня вот это я вижу, вот это, причем своими ясными, там, да, глазами. Что я буду делать? Сегодня мне нужно поехать в магазин, купить, забрать шины, потому что поменять нужно резину, вон уже там снег выпал и так далее. Все, что нужно думать сейчас. О чем нужно думать сейчас, да? То есть, поэтому, когда вы пишете, что бояться думать, а не бояться думать о хорошем. Как можно бояться думать о хорошем? Да только о хорошем и надо думать. В жизни по факту реально, ненадуманно случается столько, жопы простите, что ты готов, я не знаю, мириться с этим, да, потому что что-то изменить нельзя. Готов менять что-то, потому что это реально изменить можно. Потому что столько по факту происходит всякой ерунды, что тебе приходится над этим работать. Работайте над тем, что есть. Как верить, не бояться думать о хорошем? Да только о хорошем и надо думать. Если ты не будешь думать о хорошем, ну, я не знаю, иначе никак. Ну, давайте будем цеплять, что-то случилось, произошло, давайте сядем. Я не знаю, ну, умер кто-то и будешь думать там, а что, а вдруг я, а что-то. А если бы что-то другое, вот человек подскользнулся на банане, я не знаю, на грабли наступил. Давайте тоже будем думать о стерегации этих грабель. Но это случилось у него. Ты живешь среди людей. Есть люди, которые умирают от этого. Есть люди, которые деньги, я не знаю, зарабатывают от этого. У них случилось. Почему вы не можете сделать так, ой, он заработал кучу денег, потому что придумал там какое-то приложение. И вот почему вы не можете здесь взять так, ой, а вдруг я придумаю? Что ж не срабатывает? Почему же срабатывает мозг у нас только, когда мы что-то видим плохое? А вдруг так случится у меня? Что за ситуация? Причем, знаете, я вас хочу огорчить. Даже если вы подумаете, там, в тот момент, когда человек что-то придумает, какое-то приложение, заработает кучу денег, да, и вы в этот момент скажете, ой, а вдруг у меня получится так же придумать что-то, я заработаю кучу денег. Это тоже ваши выдумки в голове. Что плохие, что хорошее, это просто выдумки. Это просто вот в вашей голове крутятся различные мысли. Вот и все. Что хорошее, что плохие, сбудутся только тогда, когда вы будете это постоянно прокручивать. Если что-то одномоментно пришло к вам в голову, да, это просто поток мыслей, потому что вы живой, нормальный человек, вы реагируете на что-то, вы вспоминаете что-то, приснилось что-то, потом думаете об этом. Это нормально. У нас миллион тысяч мыслей в секунду. Но знайте, только вы можете сами отфильтровать это и взять в мысль, мысли материальные, да, и взять ту мысль, над которой вы будете работать и которую реально хотите потом в свою жизнь внести. Поток может быть разный. Если вы о чем-то подумали плохом, ужасном или хорошем, или вдруг увидели, хочу такую тачку или еще что-то, я не знаю, все что угодно произошло. Знайте, что это просто-просто мысли, мысли, мысли. От этого по полочкам себе разложили, какие-то выкинули, потому что это просто мысли, вы не хотите, да, с ними работать. А какие-то оставили. Вот какие оставить, решать только вам. Вот так отвечу на этот вопрос. Поменять работу, выйти из зоны какой-то деятельности. Очень многим мешает вот просто страх это сделать, попробовать. А что случится такого? Я не знаю, человек всю жизнь работает, я не знаю, там, в Ашане, там, продавцом, не знаю, где угодно, там, Сомбери, любая сеть, там, магазинов, да, он работает, карьеру сделал себе от фасовщика, там, да, продавца, да, и вот он боится поменять все, потому что вот сейчас его старшим продавцом поставят. Не, я все, конечно, понимаю, но можно же вообще начать сразу с какого-то крутого, я не знаю, момента, вообще в другую компанию уйти, да в какую угодно. Ну, там сразу Газпром, да, приходит на ум, ну, что-то такое, да, у нас ассоциация Газпром, там, мечты сбываются, и что-то там много денег, там, и так далее, да. Ну, допустим, неважно, какая там компания, но не продуктовый магазин и должность не продавца, да. Сразу начните с этого. Если вы уйдете и попробуете себя в другом месте, уйдете с должности, там, даже продавца, вы в любую другую сеть устроитесь, но вы попробуете. И так как у человека срабатывает сразу такой, знаете, момент, когда он что-то бросил, оставил, ему кажется, это очень важное, а у него сразу включается, знаешь, как говорится, загорелась, да, ты как петух жареный там клюнул, да, тебя, и ты прешь, у тебя все получается. Ну, даже если не получится, вы в любую другую сеть этим же фасовщиком или там продавцом устроитесь. Вы ничего не теряете. Бывают люди, что даже с какой-то крутой должности или даже бизнес один на другой меняют. Всегда там ресторатором, да, были там, не знаю, свой ресторан открыли, а потом решили там, не знаю, податься вообще в другую историю, там, медицина. Ну, медицина, конечно, совсем крутой поворот событий, да, потому что это другой склад ума, другой интерес и так далее. Такого, наверное, не бывает, и то бывает все в этой жизни. Вот, поэтому, ну, как-то надо поактивней поменять работу, выйти из зоны какой-то деятельности. Да, менять разное. Капец, жизнь какая, как она быстро течет, это факт, это все могут сказать. Еще вчера мы с вами пошли в школу, сегодня уже детей в выпускной на их сходили, не то, чтобы отдали в школу, а уже на выпускном были на их, да. Поэтому так все быстро и так нужно многое попробовать, столько всего. Вот я, опять же, уехала в Москву, работала я, да, на телеканале на самом крутом на Дальнем Востоке. Губерния, все прекрасно, самая лучшая должность, лучший эфир, самая праймовая программа. Мне захотелось нового. Я живу один раз, я хочу попробовать, если телевидение, то самое какое крутое, это Москва, наверное, да. Хочу я, не хочу, я не знаю. Я просто приехала сюда, чтобы быть в этой сфере, я устроилась на телеканал, школу выбрала, да, школа первого канала. Пришла туда, я просто в этой сфере, я пытаюсь понять. Здесь уроки по речи, они другие, да, нежели там, чем на Дальнем Востоке были. Преподаватель просто, потому что другой. Я думаю, что даже на Дальнем Востоке один и тот же, вернее, разные преподаватели будут по-разному преподавать. Но здесь другая атмосфера, да. Я по-прежнему на сегодняшний день пока не знаю, буду я, хочу, не хочу, но я пробую. А могла спокойно, я в смысле уволилась с телеканала Губерния, чтобы пойти и попробовать себя здесь. Я не знаю, причем я даже не знала, хочу я, не хочу, но я понимаю, что это ступень выше, да. Почему бы не ощутить себя здесь? У меня блог Инстаграма, я обожаю свою деятельность, я обожаю выходить в прямые эфиры. Я вообще, в принципе, возможно, на телевидение там не вернусь, да, возможно, но это мне нравится. И я, ну, вот сейчас, да, на своем личном примере рассказываю, как я меняю и выхожу из своей зоны комфорта. Я оставила свой Лексус, который я купила на день рождения, мысли материальные, он пришел, вы видели, пост читали, как он произошел, как он случился, да, там деньги вообще с разных сторон появлялись, сросты какие-то, еще что-то. Я оставила эту машину, езжу здесь на обычной, на какой-то маленькой, да, не совсем там комфортной, удобной, по сравнению, опять же, да, но я счастлива ездить на этой машине, что вообще она у меня есть. И попалась, попалась от женщины, которая мне сдает, да, владелица этой квартиры, просто она мне предложила, говорит, Лиль, хотите, если вот где-то поездить, там, 10 тысяч в месяц я вам готова ее дать. Я говорю, да, конечно, потому что 30 тысяч, это минимум машину снять, а если это какие-то каршеринг, да, то там ограничения, на эту парковку нельзя заехать, за МКАД нельзя заехать, ну, то есть, опять же, я живу за МКАДом. Поэтому и квартира нашлась, и машина нашлась, и так далее. Тоже все оставила и все бросила. Можно было мне сказать, зачем, Лиля, популярный канал, ты популярная ведущая, зачем ты это делаешь? Леша, привет, тебя видно. Иди, помощи всем. Я тут. Леша, опять же, да, как это было, Леша, скажи, я уехала на Джон Кеха, на семинар, и потом что позвонила и сказала, что ты, Гороче, остаешься? Да, что хочу? Пожить в Москве. Да, хочу пожить в Москве, да, и хочу попробовать. Вот помнишь наш с тобой разговор? У меня сердце разрывалось. Помнишь этот разговор? Угу. Помню, помню. Помню, помню, да? Я говорила, Леша, ну, так хочется, да, я понимаю, что сын меня ждал обратно, а мама тут что сказала? Я не приеду. Я не приеду. Но потом в итоге что мы придумали? Потом придумали, за что мы приедем. Да, вот, кстати, мало того, что я себе два месяца взяла, я говорю, ну, за два месяца никто не умрет, слава богу, да, все нормально. Два месяца дайте мне, мне два месяца учебы всего. Что я разберусь в себе и уже четко буду понимать, что я хочу. И второй момент, да, что каникулы сейчас как раз. Я же походу это придумала. У меня же не было такого продумывать это сразу. Например, так, я уеду 15 октября в 2027 году. Дальше у нас там будут каникулы. Потом хорошо планировать можно. Ну, во-первых, я не планирую вот так вот за километр, да, я постепенно действую. Наоборот, у меня краткосрочные планчики такие, да. То есть я сначала поняла, что я хочу остаться. Потом я вижу, что каникулы есть. Ребенок приедет на 10 дней. И вот этот месяц он разобьется на такой отпуск для нас. Поэтому ничего страшного не случается. Ребенок, вон, довольный счастливый, приехал в Москву. Вот. И учится, да, у мамы в одном месте пропеллер. Учишься, да, тоже этому. И уже хочется, Леша вчера заявил, хочу жить в Москве, да. Почему? Что тебе нравится здесь? Он уже сразу решил. Здесь есть куда развиваться. Во! Всегда есть куда развиваться. Всегда есть куда развиваться. Ты же мой умничка. Молодец. С такой, блин, заряженной мамой, это ужас, я не знаю. Где погуляешь? Ты погуляешь? Нет, подожди, подожди. Мы сейчас вместе пойдем погуляем. Снеговика лепить будем. То есть, понимаете, что тут можно из этого сказать? Во-первых, вот ребенок, да, он все время слышит, все время вот такой вот заряд, что надо стремиться, надо развиваться и так далее. У него уже нет никаких преград. Когда вы постоянно общаетесь в кругу таких людей, у вас автоматически все, все блоки убираются, понимаете? Поэтому чаще и больше окружайте себя, точнее, с такими людьми, такими людьми окружайте себя. Вот все в вашей жизни должно быть в елочку, как я говорю. И люди возле вас. И понятно, что с головой нужно делать все, да? Но вот эти краткосрочные планы, они больше нам дают силу, уверенности, потому что это вот совсем рядышком. Это вот прям я уже вижу, вот я могу сейчас остаться, могу завтра сдать билеты, да, либо улететь завтра. Вот оно вроде как. Поговорил с семьей, все это обсудили, приняли, остались. Потому что никогда не решитесь, сидя в Хабаровске, взять и уехать и начать. Ну, никогда не говори никогда, да, но вы понимаете, шансы, что ты уже здесь, куда-то пошел в школу и останешься здесь на несколько месяцев. И шансы, что ты сидишь в Хабаровске, смотришь в окно, увидишь свою реальность, да, там, попиваешь кофе и вот залезу в интернет, куплю билеты, ай да, так тоже делают. Но вероятность, что уже здесь, ну, вы поняли, да, она больше, чем просто ты там решил что-то сделать. Поэтому давайте еще парочку вопросов. Своё настроение каждое утро можно менять, все правильно. Ой, много вопросов, хочется на все ответить. Так, как тут у вас? Здравствуйте. Я сохраняю эфиры всегда. Где найти таких людей? А вы посылайте запросы, и вам такие люди придут, и вы уже сами будете возле них выкачивать. Как я и говорю, у меня энергия там, да, такая, что я могу зарядить, выкачивать из нее, задавайте мне вопросы и так далее. Чтобы в волосы лезут. Так, на позитиве, да. Больше, чем телевидение. Но возможно, возможно. Вот такая ассоциация, да, у вас. Лёша, тебе все привет передают? Всем тоже. Всем тоже. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, конечно, как любой маме, когда про сына говорят хорошо. Если все мысли обращаются наоборот. Подумаю плохо, на удивление все хорошо. Подумаю все сейчас, все будет круто, сто процентов, все рушится. Как будто сама себя сглазила. Вот смотрите, на самом деле, если вы однажды или, скорее всего, вы дважды отловили такую ситуацию, что вот я плохо подумала, и все хорошо получилось. И вы уже третий раз хотите подумать, тоже все плохо. А знаете почему? У вас на самом деле мысль-то позитивная. На самом-то деле. Отловите эту историю. На самом-то деле. Вы для чего думаете третий раз плохо? Знаете, что получится. Это дает вам уверенность? Пускай будет такой способ. Вы думаете не о плохом в третий раз. А вы думаете о том, что сейчас будет хорошо, потому что два раза сработало. Вот такой у вас способ. Пожалуйста. Человека надо принять таким, каким есть. Это поменяется или не поменяется. Его решение и желание. Так вот, вот эта женщина, Света, про которую я вам рассказывала, с которой мы придумали другую реальность, вложили в голову, и теперь она привлекает ее. А есть еще было про любовь, еще многие загадывали. Муж и бьет, и пьет, и курит, и так далее. И вот что с ним делать. Я говорю, сколько вы уже лет вместе? Семь лет. Я не знаю, единственный мужчина на земле? Мне кажется, что многие со мной согласятся, даже если единственный мужчина на земле. Без него, по-моему, проще. И легче, чем вот с таким вот. Вам он зачем? Вы знаете, я никогда не лезу там, естественно, и не полезу никогда в отношения, и не буду. Лиля, посоветуйтесь, что мне сделать. Ну, я точно знаю, что не семь лет, не даже год, в смысле, ну, пару дней бы мне хватило потерпеть это, поняв, что человек не поменяется, это другая история, я бы ушла. Два дня. Такие семь лет. Ну, блин, время-то идет у меня. Как-то я себя люблю, я хочу себе. Какую жизнь я придумываю? И такую. В моей жизни этот человек никак не растет. В вашей растет? Видимо, да, раз вы семь лет с ним. Всегда можно понять, что даже если его не будет, вам, по-моему, от этого будет только легче. Да вы вздохнете с облегчением. Да уж не говорю, что вы притянете, не притянете там кого-то другого. Ну, однозначно, если место освободилось, оно приходит всегда. Но даже если никто не приходит сейчас, сразу на следующий день, да, как вы вот с этим попрощались, ну, однозначно у вас настроение будет лучше. Леш, ты пошел? Подожди, да. Вот. Поэтому вы понимаете, о чем я сейчас, да, вот вам говорю, что даже без него будет проще и легче. Однозначно. Поэтому нужно как-то посмелее быть, но все-таки себя нужно любить. Ну, а как так, я не знаю. На работе такая же история. Долбят, долбят вас, долбят, долбят. Но вы посмотрите, кто это, где вы, в каком коллективе вы работаете. До работы миллион. Я никогда не слушаю и не верю в то, что это единственная работа вообще во Вселенной, которая может быть у вас. Да бред это все. Немножко переключите мозг. Немножечко хотя бы подумайте о том, что это реальный шанс. Вам за что держаться? Вот держаться за то, что... Телефон зарядки. У тебя телефон с собой? На зарядке. Да. Я зарядка. Вот получается, что вот не нужно бояться. Нужно понимать, что... Алеша сбил меня. Мысль. Сбил меня. Сбил меня. Ну, ладно. Главное, что предупредил, что телефон с ним. Вот. Про то, что... Про работу, да. Не нужно бояться. За что держаться? Вот просто хотела сказать. Если хорошая работа и все вас устраивает. Вот здесь вот, да, можно подумать и взвесить все. А хочу ли я? И что может еще лучшего прийти в мою жизнь, имея это? Я, уходя с телеканала, да, я пришла к директору. У нас крутой совершенно, просто необыкновенный директор, да. Олег Крючок. И он сам... Вот все говорит. Вот какая телекомпания, такой директор, да. Вот это самый лучший телеканал и самый лучший директор, получается, да. Вот именно регионального. Это самый лучший первый региональный телеканал. Крутой. Вот даже с федеральными на одну там планку ставят. И то где-то там выше, да, там по рейтингам. И вот я просто элементарно сказала. Хочу попробовать. Веду свой блог. Мне нравится. Очень много у меня сейчас энергии занимают мои прямые эфиры. Игра при вселенной. Я с каждым обрабатываю, да, их запрос. И мне интересно это. Я вижу мой потенциал, что я там больше могу раскрыться, да. Он говорит, Лиль, ты молодец. Давай, удачи тебе. То есть, ну вот так вот он отнесся. Вот так вот поступают успешные люди, счастливые люди и так далее. То есть обо всем можно договориться. Даже если вы работаете в какой-то компании и хотите большего. Если это компания, где уважают друг друга и так далее, вы всегда можете почувствовать, с кем можно об этом поговорить. И даже вы, если что-то не получится, вы так на нормальной ноте разошлись, да, что вас потом и примут туда-обратно. Но, возможно, уже сразу на новую должность поставят, потому что вы уже куда-то уехали выше, покрутились там, опыта набрались. Конечно, вы вернетесь и уже не на прежнее даже место, а еще повыше. Ну, так обычно бывает. У меня очень много таких примеров. Даже у женщины недавно рассказывала, она работала в Ашане, почему Ашан пришел в голову бухгалтером или что-то по перевозкам. Ну, как-то вот в такой должности, да, у нее такая была. И она тоже захотела уйти. И нормально попрощалась со своим директором, ушла, три года даже она проработала в другом месте, и потом все-таки решила вернуться. Но ее взяли уже на руководящую должность. Вот и все, время не прошло зря. Это лучше, чем бы она просто сидела там три года на одном месте. Иногда карьерный рост, он и возникает так, когда ты меняешь сферу деятельности, получаешь опыт и так далее. Встреча в Москве планируется. Вы написали уже очень много заявок. На почту я принимаю, да, заявки. Просто я хочу понять, сколько будет людей, и что вам предложить. Самого лучшего из того, что я могу придумать, да. Поэтому есть у меня пост, где я... Ну, я еще обновлю, давайте, чтобы, по-моему, не искать. Обновлю, напишу, что продолжаются заявки на нашу встречу в Москве. По городам я не планирую ездить, потому что я понимаю все, да, личное такое общение. Вот такие встречи в каком-то одном месте сейчас это Москва я буду организовывать, да. А так вот я могу всегда выйти к вам в эфир, пообщаться, ответить на ваши вопросы. В игре мы лично с каждым общаемся. Кстати, новогодняя игра «Привет, Вселенная» – это будет последняя заключительная игра перед Новым годом. Закончится она как раз за 10 дней там до Нового года. Вы уже будете прокачаны. И с этими мыслями начнете Новый год, стукните в бокальчики. Поэтому кто не играл или кто играл, можно приходить второй раз в игру. Будут подарки в этой игре, которая уже стартовала, тоже будут подарки, потому что уже некоторые сказали, Лиля, как так подарки? А мы что, без подарков? Почему? Мы бы в следующей поучаствовали. Да можно играть и в этой, и в следующей, и в этой тоже будут подарки, и денежные призы. Я не могу без подарков. Всегда приятно получить, да, что-то. И деньги, и подарки, и все вместе иногда, да. Поэтому я писала пост, где вы выбирали суперприз, там, да, iPhone X, либо это… Ну, iPhone X просто все их разыгрывают. Я думаю, ну почему, ну давайте, может быть, реально интересно получить именно такой подарок. Потом абонемент в фитнес-клуб, личная моя консультация, вот так вот сесть и лично вашу деталь, вашу задачу разобрать. У меня была, кстати, личная консультация с прошлым участником игры. Выиграла девушка тоже случайно, мы выбрали ее, ну, как генератор чисел, да. И вот мы с ней поговорили, и она очень осталась довольна. Если слышит меня, может помахать рукой. Ну, а как-то она говорит, щелкнула, щелкнула, я поняла. Ну, то есть личную консультацию выбрали тоже участники, вот когда пост писала. Поэтому я, возможно, сделаю побольше их. Я, ну, уж себя я могу отдать в неграничном количестве. Поэтому, возможно, сделаю три консультации, чтобы побольше людей выиграла, да. Плюс призы такие приятненькие всякие, денежные, там, и на следующую игру, и на продолжение будем разыгрывать. Вот. Игра будет 29 октября. Заявки принимаю. Не буду много принимать заявок, в этот раз будет ограничено, потому что перед Новым годом надо все-таки так, тоже самой подготовиться, энергетически накачаться. Поэтому сделаю ограничение небольшое. Поэтому, если решили принимать, пишите сейчас. Все. Люблю всех вас. Читаю уже тут сердечки и так далее. Будем встречаться с вами в прямых эфирах. Буду писать посты, выгружать сторис. Я вас очень люблю. Я очень вам благодарна. Вот каждому человеку, кто сейчас держит свой телефон в руках, кто слышит сейчас эти слова. Очень вам благодарна. Спасибо, что вы были со мной. Очень вас люблю. Все ваши истории. Хочу, чтобы все вы переключились на... Вот что-то случилось в вашей голове такое вот. Раз. И вы что-то поняли. Чем заниматься. Поняли, как вот можно деньги там зарабатывать. Поняли, что вы счастливы, что вы хотите. Вот получили. Раз. Вот по щелчку. Получили все, что хотите. Вот так хочу, чтобы было у каждого моего подписчика. У каждого, кто слышит меня сейчас. Поэтому вот с таким зарядом отправляю вас в новый день. Люблю вас. Будет встречаться на правда полезном завтраке по вторникам. Люблю вас. Пока-пока.